Вопрос. Кто-то посоветовал мне носить часы на правой руке, исходя из того, что посланник Аллаха, дабы у Савит его Аллах и приветствует, предпочитал правую сторону. Правильно ли это? Ответ. Хвала Аллаху. Нет ничего плохого, чтобы носить часы и на правой руке, и на левой руке. Человек может выбрать то, что ему легче, и ни один из вариантов ношения не может рассматриваться как противоречащий сунне. Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал, нет ничего плохого в том, чтобы носить часы на правой руке, не в том, чтобы носить их на левой, и также в отношении кольца, потому что доказано, что пророк, дабы у Савит его Аллах и приветствует, носил кольцо и на правой, и на левой руке. Шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Хатаймин, да помилует его Аллах, сказал, носить часы на правой руке не лучше, чем носить их на левой, потому что часы в этом вопросе подобны кольцу, а посему нет никакой разницы между тем, чтобы носить часы на правой или левой руке. Но, несомненно, носить их на левой руке легче для настройки и для того, чтобы смотреть на время, и в большинстве случаев это безопаснее, потому что правая рука движется больше, и вероятность ущерба часам из-за этого выше. У человека в этом вопросе есть выбор. Мы не должны говорить, что Сунна – это носить часы на правой руке. Ведь в Сунне сказано, что разрешено носить кольцо как на правой, так и на левой руке, а часы похожи на кольцо. Аллаху Алим.